В своей книге и в своих работах ты говоришь о применении науки к вопросам морали. Когда заходит разговор о подобной теме, мне это выглядит романтизацией, ведь мы всего лишь фрикадельки посреди космоса. Фрикадельки романтики. Да, мы как камень у Спинозы, нас просто кто-то бросил, и мы летим. Мы даже осознаем это, но ничего не можем поделать. Кстати, ты первый из ведущих ток-шоу, кто упомянул Спинозу. Спасибо. Известный еврейский философ. Именно. И, возможно, первый открыто выражающийся атеист. Первый еврейский атеист, зародивший прекрасную традицию евреев-атеистов. Может кто-то поспорит насчет того, что она прекрасная. Некоторые из них плохо закончили, но в любом случае, говоря о морали или предназначении в жизни, в своей книге ты отмечаешь, что система морали может быть выведена из науки. Ты говоришь, что система морали и определение счастья и процветания у людей одинаковые. В этом ты согласен с Эмом Харрисом и Майклом Шермером, что они заданы изначально, и при этом ты критикуешь иудео-христианство. Я бы выразился иначе. Я бы так сказал. Если вы пытаетесь со мной спорить, используя иудео-христианские писания, и вы спорите со мной о физическом устройстве Вселенной, ну, это идиотизм. Иначе у меня с вами нет проблем. Иисус ваш спаситель, Моисей ваш чувак. Я не собираюсь вас это отнимать. У меня нет намерений вас разубеждать. Мне приходят письма от евреев, от мусульман, от буддистов. Ну и, конечно же, самая большая часть писем приходит от христиан-фундаменталистов. Все они пишут мне по разным причинам. И диалог у нас с ними тоже складывается по-разному. Но только христиане пишут, «Ну, может же Вселенной быть 6000 лет?» Хоть как-нибудь. У меня просят помощи в этом вопросе. Наверняка ты знаешь, что 6000 лет — это канонический возраст Вселенной по Библии. Если подсчитать время по поколениям от Генезиса или создания мира... Я правильно говорю? Ага. Спасибо. Я не думаю, что наука непосредственно включает в себя мораль. Но я думаю, что наука информирует о том, как применять мораль. И это важная связь, которую, как мне кажется, немногие улавливают на сегодняшний день. Мы многое можем узнать из науки о человеческой жизни. Сейчас так много дебатов об абортах, вообще о человеческой физиологии и здоровье. Что мы действительно знаем о нервной системе? Что мы знаем о сознании? Что мы знаем о нейросинаптических связях в мозге? Ведь стоит тебе повредить его часть, ты можешь перестать понимать, кто ты. Повредишь другую, не сможешь говорить или распознавать лица. Это важная информация, которая поможет решать социальные вопросы и проблемы людей. Если у вас есть комитеты по морали, или как они там называются, советующие политикам, комитеты по этике, да, да, конечно, то, может, там и ученым найдется место? Я абсолютно уверен, что ученым там самое место, чтобы предоставлять дополнительную информацию для правильного применения моральных принципов. Я перефразирую вопрос. Когда мы говорим о посвящении людей вопроса и морали, почему я должен поверить, что наука с этим справится? Я такого и не заявлял. Тут возникает проблема с принципом Юма. Принцип Юма, или гильотина Юма, принцип, утверждающий невозможность перехода от суждений со связкой есть, описательных, с суждением со связкой должен, содержащих предписание, исключительно на основании логики, назван честь шотландского философа Дэвида Юма, отметившего опрометчивость попыток современников вывести моральные нормы и знания о сущем. Это так. Но если ты посмотришь на современные моральные принципы, особенно в сообществах с иудео-христианскими основами, ты заметишь, сколько корректировок было внесено относительно изначальных библейских предписаний, чтобы согласовать их с нынешней системой ценностей. Так вот, что стало основой этих корректировок? Все они сводятся к научным обсуждениям о понимании того, что есть цивилизация, о том, что есть человек и как мы друг к другу относимся. И тут мы подходим к Дарвину. Пожалуйста, не путайте социальных дарвинистов, которые просто пропагандировали нацизм и евгенику, и реальный дарвинизм, который в своей основе несет простую мысль, что все мы генетически связаны. Это глубокое наблюдение. Да, у нас разный цвет кожи, но мы фундаментально идентичны как вид. Медузы не смогут отличить одного человека от другого. Сходность ДНК среди людей, даже сходность ДНК среди всей жизни на планете Земля, просто ошеломляющее. В этом есть моральная ценность. Если мы говорим про принцип Юма, то я не против иметь его как отправную точку, но не хочу останавливаться на мнении, что наука может говорить, что есть правда, но не может говорить, как стоит действовать. Это я перефразирую принцип Юма. Да, да, я понял. Мне все же кажется, что знания о правде и действия должны идти вместе. Говоря о моральной системе, ты правильно заметил, что наука и логика помогли очистить и убрать лишнее из религиозных моральных принципов, и мир стал лучше, тут я полностью согласен. Я часто говорю, что цивилизация – это подвесной мост между фундаментальными предпосылками, которые невозможно доказать научно, и самой наукой, и логическим мышлением. И у меня вызывает опасения, когда наука начинает считать себя единственно верной, и мы теряем фундаментальные принципы с другой стороны. Теперь приведу пример. Ты упомянул дарвинизм. Очень просто использовать дарвинизм ради подмены понятий, и люди так и делали в течение многих поколений. Декабрь. Да, да. В течение двух поколений. И теперь мы все знаем, что такое нельзя повторять, что дело в подмене понятий, что нельзя использовать дарвинизм и эволюцию как попытку одних людей эксплуатировать других ради своей выгоды. Но это и есть моральное прочтение теории Дарвина. Это не дословное прочтение теории Дарвина, как она есть. Такое прочтение нуждается в предпосылках, выходящих за срок существования теории. Тут дело в предвзятости и предубеждении, которым люди очень восприимчивы, и особенно в социальных науках. Предубеждения намного меньше в науках, которые не рассматривают человеческое поведение. В них тоже встречается предвзятость, но намного меньше. И последствия не такие губительные при внедрении в общество. Таков переработанный анализ того, что вышло из дарвинизма. Дарвида. Продолжение следует...